Что такое хатха-йога и чем она полезна для малышей? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа искала в Чебоксарском детском саду номер 165. Еще раз вдох, животик надули. Выдох. Упражнение на технику дыхания одно из базовых в хатха-йоге. Правильное дыхание улучшает самочувствие и делает тренировки эффективнее. Этому ребята учатся с 4 лет. Молодцы, ручки вверх. И через стороны ручки опустили вниз. Занятия детской йогой проходят два раза в неделю. За 40 минут дошкольники успевают сделать несколько базовых элементов. В йоге их называют позами. Морская звезда, черепаха, скат. Моя любимая поза это крабик. Она делается вот так. Легко тебе ее делать? Да. Чтобы черепаха получилась, должны быть руки и ноги гибкими. У тебя гибкие ручки и ножки. Свою гибкость развивают и родители. Иногда в садике проводят совместные занятия. Вверх смотрим. Сломалетные лечения. Вообще очень помогает расслабиться. Каждые выходные мы с ребенком стараемся заниматься йогой. Повторяем те упражнения, которые мы узнали здесь. И проводим весело время. Хатха-йога – одна из форм дополнительного образования. В 165-м детском саду ее преподают два года. В этих упражнениях основной эффект достигается за счет статического удержания поз. И чередуются напряжение и расслабление. И все это сопровождается дыхательной гимнастикой. Основное физическое качество, которое развивается – это гибкость. Кроме того, дети с неустановленной психологической сферой более успокаиваются. И у них стабилизация в эмоциональном состоянии происходит. Занятия хатха-йогой проходят еще в нескольких детских садах. Татьяна Леонтьева, Бухтияр Велиев, Республика.